Привет, ребятуленки! У нас изо рта идет пара, я Ромка, это Витек Задир и Ноха, канал Кедр Дыр, и мы стартуем новый проект. А возможен он благодаря нашему тайному инвестору, который любезно, безвозмездно предоставил нам 70 тысяч гривен в наш бюджет. Ром, а зачем нам столько денег? Что мы с ними делать будем? Ну, на самом деле, это не прямо уж столько денег, и с ними особо ничего не поделаешь, но это наш стартовый капитал, чтобы заняться перекупством. На самом деле, все немножечко сложнее, потому что перекупских каналов появилось на ютюбе довольно-таки много, и в основном у них у всех есть такой шлейф небольшого негатива. Да и многие известные автообзорщики, как тот же Ильдар Автоподбор, выражаются негативно касательно перекупов и не считают их за людей, потому что по факту они просто зарабатывают на том, что где-то купили, где-то перепродали. Оправдываешься, оправдываешься, оправдываешься. Оправдываешься, с одной стороны, но с другой стороны, я хочу немного изменить эту статистику и показать, что на самом деле хорошие перекупы существуют. Ими быть невероятно сложно, но мы на своем примере покажем, каково это быть нормальным, правильным и честным перекупом. Потому что мы что будем делать? Искать тачки, которые немножечко уставшие, они хотят, чтобы ими занялись, они хотят новых владельцев, которые будут об этих тачках беспокоиться, заботиться и обслуживать. Поэтому мы как раз таки и будем находить такие автомобили, спасать их, обслуживать, делать правильную диагностику, проверять, чтобы они не были в угоне, не было никаких штрафов. Немного их ремонтировать, приводить в стоковый вид и, собственно говоря, продавать нормальным ребятам, чтобы за этими автомобилями смотрели. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Я согласен. Ты сказал все за меня. Не дал мне ни слова сказать. Скажи хоть что-нибудь. Я очень надеюсь, ребята, что вы нас в этом проекте поддержите, поможете нам, нажмете лайк, пропишите комментарий, что мы молодцы. А там он... Вот там дурачок. Смотрите, дурачок. Ребят, для нас это очень важно, потому что бюджет действительно большой для нас. Мы будем стараться делать действительно веселый, прикольный контент, показывать все сложности с оформлением, с документами, с нечестными продавцами, чтобы вы... С нечестными перекупами. И с нечестными перекупами мы тоже будем связываться, чтобы вы на нашем примере учились, как не нужно делать. Понеслись. Мы находимся сейчас, к слову, в 150 километрах от Львова. Мы выехали сегодня в 2 часа ночи, неслись всю ночь по трассе, через дождь, через плохие дороги, чтобы забрать нашу первую машинку. Ром, ты готов? Я совершенно не готов. Ты прям так решил? Я думаю, мы станем с камерой, достанем. Я хотя бы расскажу, что вообще происходит и что мы сюда приперлись. Витя, ты за рулем, у тебя ручка, пожалуйста. Рули, Витя, пожалуйста. И пока мы ждем свою первую жертву, а точнее автомобильчик, который мы будем спасать и чинить, восстанавливать, и такую затравочку кину, что этот автомобиль очень близок мне, невероятно близок. Намекну еще больше. Настолько близок, что я знаю даже устройство печки. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И также этот автомобиль близок очень сильно. Но, Алды канала знают. Алды канала поймут. Пока мы ждем владельца, собственно говоря, автомобиль, сразу бы хотел посчитать расходы наши. Потому что бюджет у нас, как я и говорил, 70 тысяч гривен. И мы уже на топливо, Витя, тебе потратили сколько? 1270. Минус 1270. Это только в эту сторону. Нам сейчас еще назад ехать. И кучу всего. Поэтому уйдем в минус. Не только теперь у меня кредитка будет пустая и у Вити, а еще и у нашего спонсора. Сашка, привет. Ну что, ребятушки. Вот это пушечка-гоночка. Понятное дело, какую мы машину смотрели. Что же еще можно смотреть, во-первых, в этом бюджете. А во-вторых, ну это же любовь к смартам. Витька, ты доволен как бы? Я в последний раз за смартом сидел ровно год назад. Ты плюс-минус, думаю, тоже. Вот. И невероятно соскучились за этим Масенькой. Но вам, я думаю, интересно посмотреть, в каком же он все-таки состоянии. Потому что это как бы низ рынка. Есть вот такие вот моменты. Нужно будет сейчас все осмотреть. По салончику у нас на самом деле кожаный салон. Просиженный немножечко, но думаю, это можно будет восстановить и будет хорошо. Руль даже тоже в цвет. Немножко подкрашенный, но выглядит более-менее. По крыше, понятное дело, это еще и кабрик. Понимаете, если у нас с Вити были когда-то вообще бомжатские такие версии со стеклянной крыши. Да, то тут полноценная мягенькая крыша, которая съезжает. Все это работает. Есть, понятное дело, некоторые вот такие вот косячки, трещинки, тонировочка условно, немного прогоревшая фара. Не, ну главное, чтобы это как бы доехало, а там мы будем разбираться уже с этим. Дисулинки, посмотрите, широкие. Ромка когда-то такие искал. Тут они уже есть. И причем есть у нас, получается, и лето, и зима. Спереди, посмотрите, какая злюка. Я в первый раз на самом деле вижу так близко смартик с кенгурятником. Есть небольшие вот такие вот косячки, что чуть-чуть это все как бы держится все вот на соплях. Но я думаю, с этим мы разберемся. Так что сейчас будем более детально все рассматривать. Витька меня подснимет. И надеюсь, наша покупка будет удачной. Мне самое интересное заглянуть под низ. Ты что, с ума сошел? Чувак! Предварительно все сухо на самом деле. Ты прям так перевернул. Но это очень непривычно видеть сухой смарт. Потому что у многих на соединение коробка-двигатель течет. Тут плюс-минус все сухенько. Давай посмотрим под какой-то. Ну, из масляных потеков у нас немного запотевшая возле дроссельной заслонки. И возле маслозаливной горловинки. Вот. Но мне интересно, знаешь, посмотреть, насколько цепочка устала, не устала. Мы предварительно смотрели по вайберу, когда звонили. Но мне интересно пощупать. Это на самом деле очень просто проверить. Вы открываете его и верхнюю часть вот этой цепочечки начинаете так немножечко дергать. Если есть большой люфт, значит цепь у вас уже устала. А тут люфт есть, но он не критичный предварительно. И ромка весь в маслице. Самое главное еще, что стоит проверять, это приподнимать ковер. Его тут легко поднять, потому что он особо ничем не крепится. Тут никакого порожка нет. Потому что очень часто под этими порогами у смартф стоит вода. И из-за того, что там стоит вода, это все ржавеет. И у нас тут стоит вода. И все ржавеет. И это все ржавеет. Есть моменты, тут воды прям нормальная. Как бы вот, если что у вас бачок тормозухи, если вы не знаете. Заливная горловина, вот заклеена тут изолентой. Сюда заливается у нас омывайка. А с этой, плюс там же еще и фильтр меняется. А здесь у нас находится расширительный бачок. И все, ты какой-то блок. А это сюда доставили, да? А-а-а, это ж тут стоят линзы, чувак. Это блок розжига. Приколи, где его поставили. После того, как я немножечко проехался по львовским дорогам, могу констатировать следующее. Во-первых, в рулевом управлении карданчик немного постукивает, точнее крестовина. Это для себя, чтобы не забыть. Крестовина постукивает, передние стойки стабилизатора постукивают. Турбина свистит. Именно свистает, да. Пинается карабас. Адаптацию скорее... Ну, я опять-таки надеюсь, что адаптацию, может, не проводили. Вот это владелец говорит, что не проводили. Касательно тормозюлик, тормоза берут в самом конце и немного ведет налево. Двойственные ощущения, если честно. Очень двойственные. Есть вопросы. Мы сейчас реально будем думать, стоит ли впрягаться. Так как это, как бы, первый проект. Мы можем, конечно, выйти в ноль, даже в небольшой минус. Но сложно на самом деле, очень сложно. Если плюс еще это все легально делать, то это на самом деле еще и дорого. Сейчас попробуем, ну, подумаем. Если все-таки примем решение брать, то попробуем прорваться в МРЭО. Потому что сейчас во Львове тоже красная зона. В МРЭО только по записи и только через две недели. Поэтому будем как-то туда стучаться. Может, что-то и получится. На данный момент ситуация какая-то такая. Смотрите, предложение следующее. Учитывая, условно, наши все риски, хотя бы минимальный какой-то торг. Мы это можем предложить, например, 63. Если так, то, как бы, давайте тогда двигаться. Тогда я вызваниваю владельца. Из полезного, как вы видели, мы налутали зимнюю резину. В более-менее хорошем состоянии сезон 2 еще точно проходит. Плюс еще стандартные железные диски. В которых особо нам пользы нет. Но, я думаю, они найдут нового владельца. А вот касательно переоформления. Есть довольно-таки интересная штука. Так как во Львове красная зона. Одну МРЭО, точнее, работает только по записи предварительной. Предварительная запись будет доступна лишь через две недели. Но нам сказали подходить в порядке живой очереди. И намекнули, что можно на месте что-то решить. И так, грубо говоря, и произошло. Потому что вот владелец там позвонил каким-то своим знакомым. И чтобы вы понимали, как происходит переоформление до сих пор через Решал. Если в Киеве, я уже давненько такого не видел. Ну, по крайней мере, в Ижгороде точно. Может, где-то возле метра в Киеве так до сих пор еще делают дела. То во Львове, прямо в Центральном МРЭО, как бы все через Решал проходит. Интересно, сколько это нам станет. Надеюсь, нам за это ничего не будет. Но зато мы вам расскажем, как обстоят дела, условно, в регионах. В частности, как обстоят дела с переоформлением во Львове. И сколько нам это обойдется. Чем дальше, тем страшнее на самом деле всем этим заниматься. И это с учетом того, что мы будем делать официальное переоформление, официальную постановку на учет. А не по договору купли-продажи. Потому что чего мы вообще этого боимся? Договор купли-продажи, либо генеральную доверенность можно оформить намного быстрее и даже дешевле. Но проблема в том, что владелец машины через день может в одностороннем порядке отозвать этот договор. И кинуть машину, например, в розыск. Или просто отозвать доверенность. Мы приезжаем в МРЭО, пытаемся поставить ее на себя. Или вы приезжаете в МРЭО и пытаетесь поставить на себя. А вам говорят, так как бы договор этот недействительный и ничем помочь не можем. Эта машина не ваша до побачения. А если она еще и в розыске, то у вас машинку изымают. И вы попадаете на бабки. Поэтому нам очень страшно. И в ближайшее время мы все-таки планируем, пусть это нам будет входиться и дороже. Но так будет безопаснее и для нас, и для вас. Для тех людей, которые все-таки решат у нас взять автомобиль. Потому что будет полное переоформление. Это значит, что никаких залогов, штрафов, арестов на автомобиле нет. И юридически он будет чистым. Ребята, следите за своими машинами. Любите их. Они вас возят каждый день. Они развлекают на путешествия. Ну, это ж приятненько. Да, я не спорю, у меня это тоже жоповозка и не в лучшем состоянии. Но хотя бы технически. Но как раз таки вот для таких машин мы здесь и собрались. Чтобы находить их и давать им все-таки вторую жизнь. Немножечко обслужить. Исправить косяки. И найти хорошего владельца, который будет смотреть за автомобилем. Нежданно-негаданно у нас появляется женщина в кадре. Алин, скажи всем привет. Приветик. И как бы приступай к осмотру автомобиля. Ну, это, конечно, вот это вот. Это мне не нравится. Вот это. Зубки? Нет. Они еще подсвечиваются. Мне не нравится. Ой, ну сегодня классно. Нравится внутри? Да. Сидушки очень прикольные. Расскажу вам небольшой секретец. Только тсссс. Я понимаю, что это как бы пилотные проекты, все дела. Но на самом деле, пока мы ехали, Алинка очень сильно загорелась с Мартом. Она буквально недавно сдала на права сама. Я горжусь как бы, что она сама все сдала без денег, без никаких. Решала самостоятельно. Она отходила в автошколу, сдала все тесты, получила права и очень мечтает, конечно же, о первом автомобиле. И вот как раз-таки этим смартиком она очень сильно и загорелась. И я вижу, даже когда она села в нее, у нее глазки-то сверкают, она видит, что есть по нему вопросы. Но я понимаю, что ей очень и очень сильно хочется этот автомобиль. Я, возможно, по общим правилам вступлю в очередь на покупку этого смарта. Но это, как бы, посмотрим, как оно сложится и посмотрим, что у нас будет по финансам. Но смотря на глаза Алинке, она прям горит. Напишите в комментариях, как бы сделали вы. Пошли против всех правил и самую первую тачку в проекте попытались бы выкупить или все-таки удержались бы, но не сделали приятно своей женщине. Напишите, мне интересно. Начинается первое расколхоживание. Мы пытаемся восстановить или, по крайней мере, убрать лишнюю проводку, которая может моросить, из-за чего у нас, собственно говоря, сгорают предохранители. Просто соединяем, тут перематываем. Это у нас тут диодная подсветка красного цвета и, скорее всего, в ней может быть проблема. Я предлагаю ее вот так вот просто замотать, чтобы она никуда не оторвалась, да и все. Но это тяжело сделать одними руками. Я тебе помогать не буду. Спасибо, Вить. Я всегда верил, что ты мой друг. Далее мы лезем в блок предохранителей, который у нас висит вот так вот. Я думаю, мы это исправим. Достаем сгоревший предохранитель, вставляем новенький и надеемся, что у нас подсветка заработает. Мы полезли отключать спереди диодную подсветку, потому что думали, что она каратит. Из-за этого у нас пропадает задний габарит, из-за этого у нас пропадают противотуманки, из-за этого у нас пропадает свет в салоне. Потому что на один предохранитель это все повешено. Но я только что отключил диодную подсветку, вставляю. Там предохранитель на 7,5 А. Мы вставляли десятку, только включаешь фары, моментально сгорают. Вставляли пятнашку, только включаешь фары, моментально сгорают. То есть где-то на кузове лежит провод, скорее всего. Сейчас попробуем еще оценить фару, чтобы исключить саму заднюю фару. Сколько у нас попыток осталось? Самый главный вопрос. Попыток у нас осталась одна, потому что это на пятнашку. Если мы поставим на двадцатку, вот, терь ровный. Если мы поставим на двадцатку, то могут начать нагреваться те провода. Поэтому больше пятнашки вряд ли мы будем ставить. Сейчас вставляем, включаем фары. Если вылетает, то будем ехать без одного габарита, без подсветки в салоне и без передних противотуманок. Это на самом деле грустно. Витька, ты готов? Давай, засунуйся. Я засунул голову, смотрю, включай. Три, два, один. Сгорел. Это не в стопаке, это не в передней подсветке, это где-то именно в проводке под пластиком. Либо под ковром. Чего как бы я и боялся, потому что сейчас на месте я вряд ли что смогу сделать. Плюс еще, если заглянуть под саму обшивку, там куча проводов валяется. Я, к сожалению, не смогу понять, что, откуда, куда. Мы потратим просто очень много времени. Посмотрев на распиновочку, мы еще выяснили, что на этот предохранитель повешена подсветка номера. Мы ее просто вот так вот варварски изъяли. И сейчас у нас последняя попытка. 20-ти амперный предохранитель кидаем. Если и он перегорает, то мы едем без подсветки заднего номера, без правого габарита до первого поста ГАИ. Можно днем доехать. Днем доехать? Чувак, с нашим счастьем, днем, в ночь. Поехали, давай пробовать. Двадцаточка такая, родненькая. Так, залазь. Вы готовы? Вы готовы, дети? Да, капитан, надо кричать. Давай. Бахай. Три, два. Я то включу? Да. Так, я накинул. Можно включать. Я подержу, включай. Перемога. А что ж тогда паскуда тварь там делает? Це перемога. Чувак, у нас все работает. Три лампочки светятся, все хорошо. 20-ти амперный предохранитель. Если сгорим, то сгорим в смарте. Ладно, и так сойдем. Мы приехали в МРЭО, подошел местный решал и сказал, что решить он ничего не может, потому что карантин, красная зона и только по записи. И я наконец-то уверовал в то, что наши правоохранительные органы и вся система начинает работать. И это хорошо, но для нас это плохо. Однако, не в городе, а возле города, 70 километров от Львова, есть еще одно МРЭО, где можно пройти мимо очереди. Но нас там слезно попросили, как бы, камеры не светить, ничего не показывать. Вот как-то так. Посмотрите на этого аборигена. Я говорю, экшн-камера садится, нам нужно ехать, а оно жрет. Гляньте, какой просто аборигенщик. Обезьяна. Вот с такими людьми приходится работать. Жуть! Ну, в итоге, после того, как мы прождали 3 часа, всего-то ничего. Всего-то ничего. Вроде поставили, все официально, все хорошо, понятное дело. Нужно было кое-кому чего-то чуть-чуть заплатить, но об этом мы расскажем немного позже. Но номера уже сдали, документы сдали. Ждем нашего техпаспорта и ждем наших номеров. К сожалению, чтобы решить день в день, все приходится решать через людей. Ну, собственно говоря, как всегда. Да. Но история об этом умалчивает. Если что, вы ничего не знаете. Небольшая пометочка. Главное всегда оставаться человеком. Несмотря на то, что мы здесь прождали целый день и сами раздраженные, вот у человека сел аккумулятор, и как бы благо мы с собой взяли провода высоковольтные, и как бы поможем завести. Почему бы и нет? И вы всегда, если видите кого-то, если на дороге стал человек, или еще что-то произошло, да помогите, в этом ничего страшного нет. Вам потом вернется как-то. Давай устроим костер, Витя, у тебя под капотом. Тут нет, ну вот за вот эту вот гаечку чуть-чуть. Да, по всей видимости, туда уже цеплялись, да. Бравый такой спаситель, Витя. Сейчас заведем брычечку. Митцик, нужно тебе помочь. Давай. О, пушка-гонка. Все, хорош. После трех часов ожиданий Алинка держит номера. Жучок уже наш. Еще немножечко подождать, и будет еще техпаспорт наш. И все хорошо, заправимся. Покушаем наконец-то. Витя, ты доволен? Мы покушаем наконец-то. Перекусим. Пять часов вечера. Пять часов. Ну, почти пять часов. Даже не во Львове. Мы покушаем, ночью доедем хоть как-то, заправим масика, и будем уже заниматься им в Киеве. Мне послезавтра на самолет. В другую страну. Витя, ты откосил от помощи мне. Понимаешь, мне самому придется крутить. Денежки официально отданы. Смартик наш. Какой веер красивый. Ну и разумеется, первое, что мы должны сделать во время покупки кабриолета, либо смарт, либо любой тачки, у которой безрамочные двери. Это взять силикончик и хорошенечко промазать все резиночки. Чтобы, во-первых, это не скрипело, а во-вторых, чтобы резинка не сохлась. Потому что повторить такую резинку будет очень сложно. И придется рискать где-то на разборках. Поэтому первое тюнячка и первое исправление это как бы оп и хорошенечко все промажем. Сейчас главное доехать в целости и сохранности, но перед этим вкусно покушать. Мы вам покажем, вы слюнки попускаете, ну а мы свои слюнки удовлетворим. Первые метры на нашем смартике. Коробка пинается, аки сатана. Что-то скрипит, что-то свистит. Но мы едем на заправку, дай бог доедем. Нужно сейчас купить омывайку, купить дворники и дозалить антифриза, потому что его как-то маловато. Будем держать с вами связь. Кушай, смартик, кушай. Нам еще с тобой до Киева нужно доехать. Алинка заправщица. Сейчас покушает и все будет хорошо. Мы хоть во Львове и были, но мы его вам не покажем, потому что мы его, как и вы, собственно, не видели. Сейчас главная цель покушать нормально. Вот последний раз я, как и ребята, я думаю, ели вчера. Где-то примерно в 8-9 вечера. Вот, сейчас покушать и в бой. Мы прорвались, мы просто прорвались. Мы простояли час, но наконец-то хотя бы что-то хорошее будет, это еда. Первая львийская грилевая ресторация Мяса это справедливости. Я тут был в последний раз лет 6 назад, если не больше. С Алинкой как раз таки. Теперь мы с Витей втроем. У нас большая шведская семья. Мы покушаем наконец-то. И позавтракаем, поужинаем, и пообедаем за раз. Шашлычок поедим. И в путь целую ночь нам предстоит ехать. Очень надеюсь, что Смартик нас все-таки доставит до Киева. И там уже будем подводить итоги. Сколько потратили, сколько Смартик нам обошелся. Короче, всю информацию вам расскажем. Ребят, первые приключения. Во-первых, Смарт остывает. Вот он реально остывает. Становится холодно. И мало того, что он до трех яичек нужных не прогревается, он даже с двух скинул на одну, при том, что мы печку уже отключили. И проблема в том, что вот эта вот фара сейчас светит более-менее нормально куда-то в кусты. А наша главная фара светит тупо под нос Смарту. И вообще ни хрена не видно. Дворники не вытирают от слова совсем. Он пинается, не видно вообще ничего. Короче, веселье. Поэтому сейчас заехали просто на заправку. Сейчас возьмем антифризик, отдольем. Но, скорее всего, это отлюбнул термостат. Из-за этого он просто остывает. Ехать на высоких оборотах с непрогретым двигателем, это вот черевато. Карабас спинается, все шумит, все пердит. Классическая попадалова, когда вы берете тачку понизу. Благо она хотя бы едет, и на ней нет никаких запретов. Поменять как-то и настроить эти фары нереально, потому что стандартная регулировка. Смотри, там прожились обороты. Пошел в жопу. Ставишь их до 4. Чувак, чувак, ты сейчас бесишь. Ты нас кинул, я ни хера не вижу. Еду в никуда. Он реально кидал. Злит меня, капец. Касательно фары. Из-за того, что здесь линзованная оптика стоит, стандартная настройка по высоте не работает. Разобрать сейчас смарт на ходу мы вряд ли сможем, потому что это надо снимать весь пластик. Черт его знает, как туда залезть. Я хотел хоть как-то дотянуться до вот этой вот сраной линзы, чтобы ее пошевелить, но там все закреплено внутри на стяжках, и по всей видимости дальний свет вообще отключен, потому что когда включаешь дальний, гаснет вообще весь свет. Я думал, что хотя бы лампочку смогу поменять, но, во-первых, там все проклеено, затянуто стяжками, куча блоков розжига, вот здесь блок розжига, там еще какая-то херня. И вот эту вот херовину нормально отрегулировать, ну просто нереально. Ее туда в колхозе, причем довольно-таки жестко, вон даже немного порвано, если вы видите. И как эту штуку хотя бы немножечко поднять, я хрен его знаю. Что сейчас сделать, тоже без понятия. Сейчас смотаемся, хотя бы зальем сюда немного антифриза, хоть что-то попытаемся сделать, но это на самом деле жесть. Противотуманки у нас тоже не работают, они отключены без понятия. Потому что здесь подсветка красная, подсветка. Чувак, поэтому ты будешь моей подсветкой, будем ехать нос в нос. Дворники не были найдены, но мы взяли это с Марту, Литруня. Ну, как бы вряд ли ему поможет, но не помешает. Это Роме, пол-литра, потому что мне оно точно не помешает. А касательно дворников, то мы, благо, взяли с собой брызгалку и микрофибру, хотя бы протрем лоба, чтобы что-то видеть. А дальше будь как будет, пошли заливать. Пусть мы еще не все посчитали и даже не добрались до Киева, еще нужны деньги на бензин, но мы уже выбились из бюджета, поэтому мы не ко всему так будем относиться. Поэтому сейчас нужно выходить как бы из ситуации, мы взяли самую дешевую омывайку и самые дешевые дворники, чтобы хоть как-то добраться. Крышка, которую мы заслужили просто. Чувак. Чувак. По-моему, кто с нас налюбил. По-моему, чувак нас кинулый, 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 кинулый. Да пошел ты в жопу. Просто посмотрите на это. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Котч, всему голова. Сейчас на улице ноль, смарт замерзает, и я придумал корчинг-тюнинг, разорвать картонку, и как когда-то дедушки на дизелях заклеивали радиатор, мы сейчас заклеим морду этому смарту, потому что мы с Алиной реально мерзнем в нем. Это же просто гениально. Как мы будем этот скотч потом оттирать, я не знаю, но главное не заболеть, уже плевать. Я отполирую, я все сделаю, но заклеить эту морду я заклею. Два дебила, это сила. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok На часах сейчас ровно 8 часов, и мы засейвили наш смартик. Он нас довез, ничего в нем новое не поломалось, более-менее комфортно. Нет, кому я вру, это очень жестко, потому что подвеска уставшая очень громко, потому что прямоток я оглох, у меня болит голова, болит все, но мы это сделали. Спустя полтора дня не спания, а оформлений всех этих волокит. Вот. Так что нужно немножечко отдохнуть, и подводим итоги. Ну что, ребят, мы все-таки добрались, выспались, отдохнули после этой поездки, потому что, как вы сами видели, она нам преподнесла пару не особо приятных таких сюрпризов, связанных со светом, с дворниками, и самое обидное, и, наверное, самое проблемное, из-за чего мы замерзали, это то, что, скорее всего, вышел из строя термостат. Но в остальном смартик не доставил никаких проблем именно по техничке. Я замерил с утра масло. Масло вообще никуда не ушло за 700 километров, что меня очень порадовало. Это значит, что в теории, когда мы завтра поедем на СТО, меня, скорее всего, обрадуют, потому что никаких механических проблем по ходу этих 700 километров, что мы ехали со Львова в Киев, никаких новых технических проблем не повылазило. Я скрестил все пальцы на руках и ногах, чтобы завтра на СТО нам сказали, что с этим смартиком действительно все хорошо, и мы просто нашли неограненный алмаз. Среди кучи проблемных тачек. Итак, что же у нас по итогу получается по финансовым расходам за первую серию? А я напоминаю, что мы купили смартик, в комплекте с которым шел этот бесподобный обвес. Посмотрите вот эти зубки, может его зубастиком назовем. Так вот, кроме своего смартика со всяким обвесом и в колхозе, мы также еще получили комплект лета 2019 года, комплект зимы на эти же широкие диски 2015 года в хорошем состоянии, плюс еще и родные диски, но правда без резины. И все вот это вот счастье мы сумели сторговать и забрать за 63 тысячи гривен. В переводе на доллары это плюс-минус 2300-2350. Ну а что касается других расходов, то я, пожалуй, зачитаю. Оформление нам обошлось при помощи решал, разумеется, в 3150 гривен. По бензину мы потратили и на смартик, и на реношку, на которой катались туда и назад. Это нам получилось 5000 гривен. Ну и предварительно все. То есть мы немножечко, всего лишь на 1000 гривен, вылезли из общего бюджета. В бензин я еще накинул мелкие траты на кофе. Один раз покушать за два дня. И, разумеется, новые дворники и омывайку. Предварительно, завершая вот эту вот первую часть, я могу сказать, что мы нашли действительно интересный экземпляр. Я прям в него немножечко влюбился. Вспомнил вот эти ощущения, когда я сам ездил на вот такой же бурлящей вот этой вот маленькой штуке, которую не замечают на дороге. Но какие это эмоции, какой это драйв. Прям мне машинка очень нравится. Комплектация всего того, что мы получили за такие деньги тоже. Поэтому я надеюсь, что он действительно окажется живым после осмотра на СТО. Мы его немного облагородим. И он найдет своего нового владельца, который будет за ним смотреть не хуже, чем мы за ним посмотрим в ближайшую неделю-две. На этом, пожалуй, и все. Но отдельно вас очень сильно попрошу откомментировать этот ролик, поставить лайкос, еще раз подписаться, подписаться и подписаться на канал, прожать колокольчик, прожать максимально все. Потому что это первый пилотный выпуск нашего нового проекта. И нам очень важно, чтобы он вам зашел и его посмотрели. Ведь именно от вас зависит то, будем ли мы снимать что-то подобное, ввязываться в такую движуху, либо нет. Поэтому пошерьте, полайкайте, посмотрите еще раз, покажите всей своей семье, сделайте активность, чтобы YouTube посоветовал данный ролик ребятам, которые о нас еще не знают. Если все это сделали, всех своих обнимаю, оставайтесь с нами. Впереди еще очень много чего интересного. И с этим смартиком, я думаю, по меньшей мере, будет еще серии 2-3. Уже стал зубчатый, да. Что за тарзан на ней ездил?